Всем здравствуйте. Что говорят индийские боги? Взята статья с линько.вору, автор которой мне хотелось бы сразу сказать, если что-то вам непонятно, вы можете прочитать в этой статье, пройдя по этой ссылке, которую я скину под этим видео, которые сейчас записываются. Итак, Индия представляет собой загадочно необычную религиозную традицию мира, в которой кроме главных богов существует множество полубогов, духов и могущественных существ, называемых девами. Индуистские божества обычно изображаются в человеческих, полу-человеческих формах, с некоторыми личностями, с некоторыми личными атрибутами в виде трезубца, молодого миссца, чуток, эзердакши, марганчика, цветка, лотоса и ракушки и другое. Многочисленные божества считаются проявлением единой изначальной реальности, поэтому поклонение им это средство общения с единым богом. Тисячи богов и богинь украшают ниш индийского пантеона и являются обозначением бесконечности и неограниченности всего существующего. Часто они возникали как олицетворение природных стихий, ветра, дождя, грозы, море и другое. Интересные тайные знания хранят в себе многовековые исторические традиции Индии. Именно в них вы узнаете из нового семинара, авторского семинара Андрея Андреевича Викош, что говорят индийские боги, которые разработаны по медленному прямому снятию информации. Благодаря общению с индийскими богами приобретается огромное количество эзотерических знаний, которые применимы в окружающей жизни и дают ее всестороннее понимание. Рассмотрим основных верховных богов индийского пантеона. Это Брахма, Вишна и Виша. Они представляют собой тройной образ, объединяющий в себе Брахму, создателя, творящего Вселенную в начале времен, Вишну, Вседержителя, опекающего Вселенную в течение ее всесуществования. Рассмотрим принципы, которые уничтожают Вселенную в конце времен. Также самый известный из почитаемых богов является Кришна, Верховный Брахмой. Пророк является восьмым обличием Вишны. Иногда его представляют шаловливым малышом, а иногда как это поступок или легендарный бой. Он не изменен. Всеведущий обладает не постижением энергии, а всеми мистическими совершенствами. Рама. Светлый как месяц. Легендарный древний индийский царь является седьмым обличием Вишны. Времена его проявления считались эпохой совершенного счастья, мира, благословения и справедливости. Индра. Бог Пайны, царь Полупогор, правитель одного из Нечных Небес. Считается, что он охраняет восточную сторону света. Хануман. Обезьяний бог. Сын бога. Ветра. Друг и верный слуга. Рама. Его честь. Обезьяны считаются священными. Кубера, повелитель богатства, ватыка сокровищ, процветание, благополучие бог, плодородие, достатки и щедрости. Он почитается как защитник и принятелем мира. Обитатель бога Кубера находится в Гималаях, на горе Каеваса. На семинаре вам будут даны более двухсот эксклюзивных практик для того, чтобы ваша жизнь стала ровной, целостной и благотолучной. Это рекомендация на все случаи жизни. Главная практика чудесным образом изменит вашу жизнь, запустит поток радостных событий, увеличит энергетический потенциал, сделает очаровательным, добавит внутреннюю и внешнюю красоту, усилит магнетизм, привлечет партнера, поможет обрести настоящую любовь, создает душевную гармонию вдохновения, расширит сознание, откроет паранормальные способности, раскроет сверхъестественные силы и таланты, расширит интуицию, способность предвидения, при учебе материального благополучия. Авторский семинар Андрея Андреевича Андрея Коштога в этом блоге откроет вашу внутреннюю силу и магнетизм, настроит на сердечный восторг и сознание отношений, подключит к уникальным сверхспособностям и сверхвосможностям, научит, видит и чувствует то, что не подклассно другим людям. Ссылку будет на этот семинар, на все это будет именно в этой статье, когда вы перейдете под ссылкой под этим видео. Я всем желаю добра, быть добрыми, честными, по чести жить, наверное. Не знаю, как кто может. Желаю счастья. Всем всего доброго. До свидания.